В этом видео мы совместим обзор результатов сразу двух чемпионатов Италии и Испании. Ла Лигу стали смотреть на нашем канале мало, возможно серия А в дальнейшем ее заменит, но это не точно. Райо Вальякано, как гимнаст выкручивается в каждом туре. К ним в гости пожаловал Эспаньол на этот раз. С ними не сыграли в ничью 2-2. Розыгрыш гостей, после которого забил Иглесиас, достоин премии Грэмми. Это второй гол Борхе в сезоне. Три года назад здесь же команда сыграла в премере и Райо выиграла 3-0. Риал Соседат уступает Валенсии 0-1. Буквально три дня назад эти команды играли в прошлом туре и оба сыграли в ничью. Этот тур был сыгран среди недели и про него на спортивном был большой выпуск. Кевин Гомеро приносит победу Валенсии, а пас ему отдал Денис Черышев. У Риала было несколько возможностей сравнять счет в игре, но самую реальную возможность упустил Верян Хосе с пенальти. А вот в прошлом туре он забил. В принципе Риал выступает в этом сезоне надежно, проиграв лишь Валенсии и Барси. В прошлом сезоне у пигуры выиграла Валенсия. В это самое время начался матч в серии А в седьмом туре. Сошлись в римском дерби Рома и Лацо. С разным настроением подходили команды. У Лацо была пятиматчевая победная серия. У Ромы в сентябре лишь одна победа над аутсайдером Фразенони. И победа в дерби над Лацо компенсирует предыдущие неудачи. Уже в первом тайме появился на поле после замены Пеллегрини. В этом же тайме он успел забить гол. В этой игре у него еще на счету голевая передача. Каларов настолько крут, что забил за Лацо и Рому в римских дерби. Ну а Лацо не обходится без мяча Чиро и Мобили. Это его четвертый мяч в сезоне. В премьере Барса сыграла с Атлетиком. Эти команды в прошлом туре обе проиграли. И потерпели первые поражения в чемпионате. И были настроены на результат. Лучше на игру настроились Баски. Они открыли счет первыми. Эль Хададди счет сравнял в самом конце с передачей Месси. 1-1. Барса уже три тура не побеждает. Атлетик четыре тура. Впервые за последние четыре очной игры Барса пропускает от Атлетика гол. Терштеген провел свой 150-й матч за клуб. Играет он тут с 2014 года. Ювентус играл в еще одном центральном матче седьмого тура чемпионата Италии с Наполи. Самый последний поединок этих команд выиграла Наполи 1-0 в прошлом чемпионате. Здесь же в Турине. Это был предчемпионский матч. Мертенс вывел уже в этом матче неаполитанца вперед. Роналду вновь не забил, но вновь ассистировал. Гол у Манджукича. Позже Марио оформил дубль. Роналду тоже оформил дубль из голевых пасов. А вот игрок Наполи Руй нарушил правила и рефери ничего не оставалось, как показать ему красную. Я надеялся, что в чемпионате Италии появится интрига, но не вышло. Наполи хватило всего лишь на полтора тайма. У Ювентуса из 8 матчей 8 побед. Перемещаемся в Испанию. Эйбар принимал Севилью. Севилья до этого 3 игры выиграла. И я отмечал, что забили они в этих матчах 14 мячей. Более 4,5 мяча за игру. Трижды клуб отгрузил Реалу в прошлом туре. Но в этот раз фестиваль тоже получился. Забил Андре Силва. У него в чемпионате уже седьмой мяч. Дубль сделал Ибанега. Выездная победа Севильи 3-1. Команда выиграла четвертую игру в подряд. Интер сыграл с Калери. Имел перед игрой три победы. И выиграла команда в четвертый раз в подряд. На этот раз сразится их в два мяча. До этого Интер забивал Калери как минимум 3 гола за игру. И еще одна изюминка субботы. Мадридская Дербериал принимала на своем поле Атлетико. В прошлом сезоне никто не смог выиграть. Зафиксированы две ничи. А последний матч эти команды провели полтора месяца назад в Суперкубке УЕФА. Выиграл тогда Атлетико. На этот раз в чемпионате вновь ничья 0-0. Какой же дерби без желтой для Рамоса? Первая его карточка в чемпионате. Матчи сыграно на данный момент немного, в отличие от Англии. Но сыграли почти все топы. Потому что через несколько дней им играть в Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим. 2-го октября ЦСКА Реал, Манчестер Юнайтед, Валенсия, Рома Виктория и Ювентус Янгбойс. 3-го октября в Лиге Чемпионов Атлетико Брюги и Туттенхэм Барса, ПСВ Интер и Наполи Ливерпуль. Ну а эти туры еще доиграют. И давайте заглянем в расписание восьмых туров. 5-го октября в Ла Лиге Атлетик Бильбао Реал засъедат. Далее Жирона Эйбар, Хитафа Ливанте, Алавес Реал Мадрид, Лиганес Райо Валиякана. 7-го октября Валядолит Уэско, Атлетико Мадрид, Бетис, Испаньол Вилья Реал, Севилья Сельта. И центральная игра Валенсия Барса. В Италии 5-го октября Торино Фразинони, 6-го Кали Риболони, Удинезо Ювентус, Эмпали Рома. И 7-го октября Дженоо Пармо, Аталанто Сандорио, Лацио Ферентино, Милан Кьево, Наполи Сосоло. И вновь спал играет последним с Интером. Галеодоры. Пентек из Дженоо забил 6 мячей, Инсини в Сириазе бил 5. В Ла Лиге Андрея Силва забил 7 мячей, Аспас Сатуани и Месси имеют по 5. А теперь таблицы. У Ювентуса после 7 туров 21 очко, у Наполи 15, Сосоло и Интер набрали по 13, Лацио и Рома делят 5-ю и 6-ю строчку, 7-я Ферентино. Милан 14-й, 6 очков, Болони 18-я, 4 очка, у Киева 2 и у Фразинони 1. В таблице Премеры Барса и Реал вновь идут синхронно и набирают по одному очку, у них 14 баллов. Третья Севилья 13, у Атлетика 12, у Алависа и Эспаньола по 11. 12-я Валенсия 8 очков. Внизу таблицы сразу 3 клуба имеют по 4 балла, это Леван, Леганос и Уэско. Смотрите видео о том, как начисляются очки в рейтинге УЕФА. И загляните еще в видео про будущий чемпионат Европы 2024 года. Ставьте лайк под этим видео, нас должно быть больше чем хейтеров. Пока!